Девочка, а ты как тут в лесу? Ты откуда здесь? Потерялась что ли? Потерялась? Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с вами опять канал Лучший день И у нас с вами сегодня будет посредник У нас лето, жара, июль Мы с вами находимся в лесу Но рассказать я вам сегодня хочу про зимний инвентарь У нас обновление за зиму, за прошлую мы это уже все потестили Все рабочее И вот об этом сегодня я хочу вам рассказать У нас появилась такая новая зимняя палатка Фирмы Стек Бюджетный вариант Я выбирал разные, конечно, с нигеритом различные Это все может быть и хорошо, но дороговато, не по карману Поэтому вот мы приобрели Вот такую вот палатку Собирается все просто Это куб стандартный Сейчас мы его соберем Так, дорогие сутся Мы бежали в порядку Вот так вот все будем спать Я не решился поменять, пока она была у нас живая Но так случилось Кто там смотрит мой канал, наверное, может видели этот сюжет Сжег я ее Сжег я эту палатку на рыбалке В час ночи нам с супругой пришлось Ретироваться со льда Вот, ну пыхнул маленько Газ, баллончиками мы пользовались Встал вопрос о покупке новой зимней палатки Покупки вот так вот в магазине Итоги Раз брать, значит брать Нам всегда хотелось побольше пространства Мы и Новый год праздновали Празднуем, он бывает на льду и так далее И взяли мы Куб Трехместный Хотели сначала четырех Но нас отговорили В принципе, правильный Трехместного куба У него вот так вот достаточно Место просто, ну, хоть пляши Особенно одному-то Там вообще раздолье Кувыркаться можно Особенно бурить мне нравится Сначала ставишь палатку Не целишься в лунки А потом уже внутри буришь в лунки Ну, красота вообще Вот, значит, ну Много производителей Там снегирь, да, там они Еще какие-то там Но они дорогие В магазине нам Порекомендовали Трехслойную палатку Стековского производителя Но есть свои плюсы Есть свои минусы Это понятно, это у всех Вот, и обзор Нашего зимнего жилья Я хочу провести вам Друзья мои Сегодня Вот так вот Летом В тридцаточку жары Палатка, значит, она у нас Размером 2,40 на 2,40 Высотой 2 метра Хожу я там Свободно Стандартные Вот такие вот Растяжки Тут все понятно Во многих палатках Идут Они уже С вертышами там В комплекте Но Тут, видимо, все равно Сэкономлены Как иначе-то Дешевизну сделать Здесь Они без вертышей Но не суть Она у нас идет Трехслойная Вот этот вот Слой Он Реально работает Конденсата Вот уже проверено Сколько ночей мы ночевали Прошлой зимой Реально проверено Никаких Конденсатов Ничего нет Он чувствуется Чувствуется, что он Где-то там внутри Но как бы По утру там Ничего на тебя не сыпется Никакого снега Ничего нет Вот такой вот он Три слоя Один, значит, слой Вот этот вот Сверху Защитный Внутри у нее Дышащая мембрана Теплая Вот его здесь вот маленечко Чуть-чуть видно Вот он Вот такой вот Утеплитель Типа А сверху Вот этот вот Тоже дышащий слой Который не позволяет Конденсату оседать Ну скажу вам реально Тепло Держит Да На самом деле Лучше чем Вот допустим Однослойная палатка Ну Для того она и трехслойная Да Это понятно То есть все работает В этом плане Замочки у нее Вроде бы это Не отличаются Своей какой-то там Но Весь год Весь сезон Стабильно отработали Ни один не сломался То есть Рабочая фурнитура В этих вот Креплениях Тоже как бы все в порядке Здесь у нее Тоже все работает Сезон отходило Хоть бы что Вот порточка Порточка у нее тоже Нормально Все фунциклирует Но при всем при этом Ну наивно полагать Что это будут Из-за ее дешевизны Будут какие-то Материалы На высоком уровне Нет Конечно Есть у этой палатки Недостатки И минусы Не знаю Насколько это хорошо Или плохо Я разницы как бы не увидел Но Каркас у этой палатки Он выполнен Из Ну типа вот Стекло Арматура Стекло Из стеклоткани Как-то вот так вот Она называется То есть это не стилистые прутки А вот Пластиковые такие Арматурины Вот я их видел Продают они По-моему это вот Наподобие Как оно Но в принципе Работают Сезон Отработали Ничего Они не ломаются Ничего им не делается Не знаю Насколько они конкуренты Столистым этим Ну Работают Безо всяких За сезон Вот они Смысл-то в чем Они упираются Как пружина Выпирают Вишна И упираются Они вот Здесь вот Внизу Как бы вот такие вот Кармашки сшиты И там эта арматура К концом своим Упирается Вот этот стержень Вот За один сезон Одна из этих Видимо была Некачественно прошита Она прорвалась И как бы Одну стенку Пришлось Зашивать Вот По двери Все-таки Мне кажется Чтобы Что дверь Надо все-таки Чтобы была Из двух частей Один замок До сюда Застегивается Другой Вот так Вот снизу То есть Вот так Такой длинный замок Дугообразный Он не очень удобен Как-то мне больше Дверь Понравилась Из этих Да Что вот Из двух половинок Такая треугольная Это нить Это ех Да Все правильно Я об этом и говорю Отойди в сторонку А то не видно А Спасибо Вот Ну а вообще Это За эти деньги Я считаю Что Мы получили Классный Дом Трехместный Рыбачили Целый сезон Безо всяких Ну и конечно же Неизбежно встал вопрос Об отоплении Палатки Это просто уже большой размер Там какие-то баллончики Еще какая-то фигня Там где-то уже все Низка на То есть я Думал Может быть Дровяную печку поставить Ну чтобы вообще Не заботиться о газе Но это получается Опять дополнительный объем За собой Тащить дров Необходимо на лед Поэтому как бы так Отказался Все-таки мы Более чем на два дня Не так уж часто выезжаем Ну В итоге Приобрел Я баллон Приобрел печку Газовую Вот Пойдемте внутрь Смотреть Ну то есть Вот это у нас Обычный Стандартный Такой баллон Может я не знаю Композитный Ну было дороговато брать А вот Такого плана Баллон 12 литровый Я вообще как бы думал 5 Но меня отговорили И впоследствии Действительно Я согласился Что 12 литров Классно Это Баллон Действительно С запасом Хватает его Ровно на сутки То есть К обычному Приезжаем на рыбалку Там с утра Баллоном Пользуемся Мало Там пока День там Рыбалка До что-то Вот И баллон У нас уже Включается Где-то часа В 4 вечера И однажды Мы в 4 Включили Праздновали мы Новый год В этой палатке И выключили мы Этот баллон Вернее не выключили Окончился газ У нас Ровно в 4 вечера То есть Ровно на сутки Расходовался газ Полностью Этот баллон Конечно же К этому баллону Необходимо было Приобрести Редуктор Редуктор Вот такой вот Порекомендовали Я его приобрел Он сезон Отслужил Но он мне не очень нравится Объясню почему Он регулируемый Вот здесь вот Регулируется Сразу же Уменьшаешь газ Либо Добавляешь его Вот таким образом Здесь все Показано Вот Это вот у нас Максимум Вот Минимум Объясню Почему мне Не очень он нравится Может быть Он и хорош Да в принципе Он отработал достойно Никаких нареканий По редуктору Не было Но вот Это вот именно Регулировочка Она мне кажется Какой-то слабоватый Ненадежней Но есть определенный плюс Я не ношу с собой ключ Вот здесь вот есть Такого плана Ключик Вот он сюда Одевается И то есть Либо Затягивается Либо ослабеваем Гайку Крепление Редуктора К баллону Ну конечно Дальше у нас Что? Пошел шланг Шланг Отопления Там газ По которому Идет Все он идет Под палаточкой Сейчас вот Я его Просто Бросил Здесь Потому что Ничего особенного Так как бы не надо И вот она печь Вот она печка Печка у нас На 3 киловатта Мне говорили Что это с запасом Но как бы я решил Все таки Что жаркости Не ломит Вот Для печки Я значит Взял Сделал Как бы Ну не сделал А приобрел Такой экран Можно было бы Конечно И повыше Ага Можно было бы повыше Есть они в продаже И повыше Ну как бы Такой вот он Экран У меня получился И Из этого И перешлось Из этого Как бы я вот Вырез Вырезал просто Жести кусок А вот И здесь сделал Как экранчик Также я сделал Под эту печку Сделал для нее Вот такую вот Подставку Вот такую вот Подставочку Ага То есть Чтобы лед не топило Ничего Вот я Отбил ее фольгой Толстой Вот Все это Прослужило уже Приличное Время Сезон Испытаний Прошел Успешно Дальше Что я хочу еще Об этой печке сказать Она керамическая Валера Разрешите Она керамическая У нее вот такая Вот съемная Здесь Подставочка Чтобы готовить еду Кто смотрит Видео Наверняка Видели Ладно Сейчас не будем Снимать То есть Вот она Видно Вот эти две Вот Мы на ней Уже готовили Пробовали Все это дело Испытывали В полях А вот И работа В принципе Вообще Простая У этого У всего Работает В принципе Все просто Здесь вот С минимума На редукторе Я маленечко Добавляю На плюс Открываем Баллон Все Газ у нас Пошел И уже В печке Мы Зажигаем Все У нас Загорелась Сейчас Все это дело Распалится Она огнем Не горит Она просто Красная Такая Становится Ярко Ярко Вот она Слышны Вот эти Щелчки Нагрева Палатка Разогревается Моментально Печка Мощная Вот Все Видно Что все Она стала Красной Все И Как бы Нам Я вообще За всю зиму Ни разу Не делал На максимум Даже средний Не делал И спал Всегда Спокойно Все И ставим Сейчас мы На минимум На самый Все Отопление У нас Включено Все работает Еще Вот я Хотел Сказать Несколько Слов Я Ну Еще Уже Наверное Месяц Пользовался Баллоном И Всегда Я видел Что Баллон Полный Начинается Вот этот Конденсат Снежок Такой Лед Прямо И Он Вот так Тихонечко Тихонечко По мере Кончания По мере Убывания Газа Он Как бы Опускается 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 Но Он Всегда Присутствует Этот Конденсат И Что Думал Я Внутри Происходит Наверняка Ведь Такая Фигня И Внутри То Он Здесь Допустим Раз И Высох А Внутри То Как Вот Он Происходит И В итоге Оказывается Его Надо Сливать Сливать То Есть Когда У Меня Я Почитал Все Это Дело В Интернете Помониторил Как Это Все Делается То Есть Я Баллон Переворачиваю Когда Уже Газа Нет Там Слышно Даже Что Мотаж Слышно Как Он Булькает Я Баллон Переворачиваю И Открываю Это Сразу Говорю Это Надо Делать Где Нибудь Там Она Идет Такая Мощная Сильная И Это Такая Вонючая Жидкость В общем Подальше Лучше Это Все Делать Открываю На полную Кран И У меня Стекает Конденсат Вот Ну Когда Нибудь Я Сделаю Этот Обзор Сейчас У меня Баллон Просто Полный Его Не Буду Выпускать Ну Естественно Как То Вот Я Не знаю Еще Не Созрел Видимо Еще Не Готов Покупать Цельное Дно Вот Продаются Они Достаточно Дорогие Во первых Во вторых Как то Ну Считаю Это Не Очень И Целесообразным Хотя Да Закрывать Я все Таки Лед Закрываю Я Вот Просто Однажды Купил Экофол Отражающий Такой Он Здесь Десятка Может быть Даже Двенашка Такой Он Что то Я сейчас Уже Не Помню Достаточно Толстый А вот Здесь Вот Его Я Истелю Вот Он Занимает Такое Пространство И Как бы Я на нем Даже Сплю Я сплю Я весь День На нем Провожу Ну Видео Это все Видно Которые Я снимал Про зимнюю Рыбалку Уже При новом Оборудовании А вот Я на нем Сплю На нем Нисколько Не холодно Он прекрасный Теплоизолятор В общем Вот Не холод Не тепло Не пропускает То есть Таким образом Вот такой Вот у меня Здесь Пол Он Занимает Почти половину Освещение Значит У меня Вот такие Вот Люстры Их Четыре Штуки Светодиодные Светят Классно Ярко Они у меня Они у меня Уже Старенькие Вот они Вот они Что-то Все Поотпадали Уже угарного газа стоит он недорого тоже копеечный но я думаю что он спасет мне жизнь еще не раз все равно мало ли что там ночью ведь и спишь когда нет клёво так далее вот по датчику я сделаю потом отдельный обзор вещь рабочая уже его экспериментировал то есть эти табло и световые он орет как резанный когда появляется много угарного газа превышает норму он орет он разбудит по-моему даже мертвого то есть вот такой датчик он тоже я посчитал что мне необходим вот таким вот образом он у меня здесь также под этой под прутком этим крепится же вот здесь палатки у меня такая вот веселая стоит раскладушка с микки маусами такая но суть не в этом просто она такая стандартная как раньше вот в советские времена у нас были вот такая вот она сезон отслужила я думал погнется быстро нет ничего сезона служила прекрасно сидели на ней даже втроем однажды как бы я думал ну точно трубки не уже нет ничего все в порядке даже нигде не порвалась просто раскладушки все в рыбацких магазин все дорогие и да они вроде сделаны из толстых там трубок там из профиля там но дорого-дорого то есть и я как бы вот приобрел нашел вот такого плана раскладушку на которой мы прекрасно сейчас спим регулируемая вот это вот регулируемый подголовник регулировка стандартно тут никакой америке он тоже не открываю вот такая еще вот у нас раскладушка как правило супруга у меня спит здесь а я на экофоли ну естественно если я один то конечно же я сплю на раскладушке какие разговоры то ну и в продолжении темы хочу вам сказать надо же все это транспортировать то есть вот такие вот у меня были санки они вот такие вот размером вот посюда а вот эти санки не многие уже говорили что пора их уже поменять там сколько можно сходить деревянными действительно продаются нормальные там корыто а вот но это они мне достались вот моего дядьки он умер на рыбалке так вот и вот я часть муж часть его шмурдика она перешла мне в то время еще не были распространены такие коры ты корыто которые сейчас вот продаются классные легкие пластиковые я сам много об этом думал но это его сани и якобы ну не могу я их выбросить а вот и не отказываюсь от них поэтому с ними вот хожу так вот с приобретением такого вот шмурдика пришла необходимость как-то увеличивать сани чтобы возить иначе ничего не входит я в общем выбрал самый простой вариант я взял значит здесь присоединил еще отсек вот такой вот как раз у меня сюда входит газовый баллон отопления сюда ложу то есть весь шмурдяк он все у нас вот здесь вот лежит в этом отсеке вот а сюда я просто сделал такой вот отсек из досок просто из подручного материала собрал обработал влагостойким составом все продолжил как бы пластиком и также сделал все вот они у меня сезон отходили до ездят хуже все но не критично я вполне сносно волоку за собой приличные расстояния то есть вот так вот вот такой вот у нас получился обзор в жаркий летний день о зимнем снаряжении захотелось мне об этом вам рассказать и вот пожалуйста получайте с вами был канал лучший день посредник и увидимся друзья мои на канале подписывайтесь впереди еще много интересного всем пока а